Многие люди, которые продолжают идти в политику, продолжают забираться на Олимп, хотя сами уже в принципе находятся на Олимпе, сегодня готовы стать некой мессией и спасителем нации. Хотя не каждый из них готов предоставить нашему вниманию некую программу действий. Нет, программы-то есть, но механизмов выполнения таких программ просто не существует. Поверьте, говорю со знанием дела, потому что со многими, в том числе и кандидатами в президенты, и президентами, единственное, Ющенко, по-моему, не было у меня на эфире, приходилось сталкиваться. Уже не говоря о народных депутатах, часто, когда с ними общаешься, приходит такая мысль в голову, почему хорошо не в прямом эфире, дабы дурь каждого была видна. На этой неделе вы увидите таких народных избранников, называть фамилии не буду, сами выводы сделайте. Но не об этом, не о героях своей программы хотелось бы сказать. Вы знаете, вот меня как человека, который родился в Крыму, у которого там вся родня, радуется, сегодня бегает, меня интересует один вопрос на данном этапе. В условиях внешней агрессии, я таковыми считаю действия Российской Федерации, меня волнует и интересует вопрос, как гражданина Украины, как военного журналиста, как офицера запаса, прежде всего, как мы вернем Крым. Вот с этого вопроса я и начну разговор с человеком, с которым знаком уже очень много лет, но в эфирах давно не виделись, да и в жизни тоже так сложилось. Тем не менее, я очень рад, что он появился в этой студии, Василий Цушко. И все. Вот кого знают в Одессе, мы так и представляем. Здравствуйте, Василий Петрович, спасибо, что пришли к нам в студию. Итак, первый вопрос, как вы вернете Крым? Или вы не собираетесь его возвращать, как политик, как общественник? Начнем с того, если я был бы на месте тех руководителей, которые сегодня руководят страной, у них было времени, вы как военный как раз человек подчеркнули, ну, думаю, максимум двое суток, чтобы Крым не потерять. Для этого нужно было иметь смелость и дать команду одному всего лишь батальону морской пехоты. И без стрельбы, без ничего Крым бы никуда не ушел. Начнем с этого. Второе, есть то, что есть, как возвращать Крым. Но, опять, пессимистический реализм. Я считаю, что нам нужно поступить приблизительно, как когда-то поступила ФРГ по отношению к ГДР. Нам нужно выстроить жизнь тут в Украине, такой уровень жизни, когда крымчане проведут следующий референдум и захотят быть в Украине. Следующая альтернатива – война? Не верю. Следующая альтернатива – дипломатия? Не верю. Поэтому я вижу только такой выход для Крыма. Чтобы не говорить сейчас, что да, как некоторые бьют себя в грудь, мы вернем Крым, но не надо врать, это естественной популизм. Вот мой подход. Коротко. Василий Петрович, продолжая тему неких таких попыток парадов сепаратизма, мы с вами встречаемся в этой студии, когда на востоке Украины, в Луганске, в Донецке происходят события, которые напрямую можно связать с событиями в Крыму, фактически тот же сценарий. Возможно ли реализация путинских планов на востоке Украины именно по крымскому сценарию? Что можно противодействовать этому? У Коломойского получилось. Кстати, это тоже тема нашего разговора. У Таруты пока не совсем получается. Шишацкий, бывший член партии регионов, глава облсовета в Луганске, тоже проигрывает в чистую. Вообще говорит о референду. Шишацкий в Донецке. В Донецке, да. И Луганск в том числе. Вот что бы делать с местными референдумами? И вообще, как власть сегодня может реагировать на такие вызовы? Вызовы очень тревожные. Власти нужно действовать как скорая помощь сегодня. Прежде всего, я категорический противник федерализации. Знаете почему? Потому что народ получит вместо одного диктатора всеукраинского 25. И ничего не поменяется. Поэтому я за то, чтобы действовали, есть наметки в нашей власти, срочно ликвидировать обл-администрации и райадминистрации, избирать председателя облсполкома и райисполкома. Тогда что нужно гарантии, какая сегодня? Луганску, Донецку сказать. Ребята, вам никто не пошлет никаких людей с Ивано-Франковской, чтобы вами правили, или наоборот, в Ивано-Франковской, Луганской. Это нужно успокоить. Поэтому задача сегодня стоит срочно делать это. Не надо рассказывать только. Ребята, что вы там, Конституция, нам нужна еще неделя, еще месяц. Хватит сказки рассказать. Это пишется за одну ночь. Пишется. Я участник принятия Конституции. Конституции. Захотели, приняли за одну ночь Конституцию. И знаете, не самая плохая Конституция. Только ее никто не выполняет. Поэтому избрание председателей исполкомов областных и всеобщим голосом. Это фактически глава правительства области. Дальше. Предание отдать. Что у нас сегодня мы имеем? Нам нужно вернуться к Магадебурскому праву. Что такое Магадебурское право? Средние века люди придумали откупиться от феодала, чтобы не мешал им работать в селе, поселке, городе. У нас есть свой феодал, центральная власть. Все борются за эту власть для того, чтобы ресурсом пользоваться, денежным. Нужна децентрализация власти. То бишь оставлять Министерство иностранных дел, Министерство обороны, СБУ, внешнюю разведку, что там еще, таможню, Генеральную прокуратуру, но реформированную. И МБД, говорю как бывший министр, как ФСБ, ФБР, точнее в штатах. А все остальное вернуться к советскому времени, когда начальника милиции утверждал облиц полком. Когда начальника милиции района утверждал райисполком, тогда отвечает председатель облиц полкома, предложивший, но согласовавшийся МВД, отвечает за этого генерала. Как тут? И отдать бытовую преступность туда или на места. Чего вы туда лезете? Зачем она вам в центре? Так, вот если эти вопросы решить, но этого мало, нужно отдать финансы на места. Нужно отменить срочно закон, который самый коррумпированный закон, который у нас сумасшедший закон, нет развития экономики, налог с оборота 20%. Для тех, кто выбил себе льготы, олигархия обычно, они получают 20%, а те, кто нет. Я сторонник, введение 5%, но может 6%, нужно почитать. Налог с продаж. И оставлять вот так. Условно, если это в селе, фермер продал 1000 тонн зерна, 1% от этого налога остается в сельский бюджет, 1% в районный бюджет, 1% в областной. Если это 5%, 2% в это в центр. Если ты в городе Одессе, то 3% останется в Одессе, потому что ты в селе, а 2% уйдет в центр. Если в Киеве, то же самое. Если в Измаиле, 2% в Измаиле, 1% в области и т.д. А, в Одессе тоже, 2% в Одессе, 1% в области должно быть. Вот по такой схеме. Дальше, налог на прибыль, как я бы сделал. 10% от этого продажи в сельсовет, 10% в обсовет, 10% в райсовет. 70% в центре. Можно сбалансировать. Может процент, это вопрос баланса и т.д. Но появляется общий интерес по вертикали, забирать налоги. Льготы может давать тот совет, который получает свою часть. Давайте стимулируйте своего фермера, стимулируйте свое предприятие. И тогда можно сократить и налогу, и инспекцию, потому что идет взаимопроверка. И мы получаем. Но есть еще один момент. Вот, например, избрали мы представители области полкома. Условно. В Одесской области, скажем, Иваново. А Иваново получает индульгенцию на 5 лет. Делает, что хочет. Помните, у нас был мэр-космонавт в одном из городов больших, в столице. И так далее. Черновецкий имеется в виду. Он беспредельничал. Как его остановить? А я предлагаю, может это изюминка моей программы, предлагаю ввести... Цена вопроса приблизительно 500 миллионов долларов в год для страны. Но разворовывается, начиная от селерат до верха, в год где-то 50 миллиардов долларов. Поэтому небольшая цена. Как ее ввести? Я предлагаю провести один единый день выборов. В этот день избирать и председателей полкома всех уровней, и городских, и так далее. И депутатов всех уровней, в том числе имплементировать конституцию референдов 2000 года, 300 депутатов и сенаторы. Чтобы от каждой области, это еще решение антисепаратизма, три кандидата от области избираются в сенаторы, для того, чтобы не обделили. И они представляют интересы только. А те создают правительство, 300 депутатов. Но сделать открытые партийные списки, когда избирают, чтобы он тоже попадал. И дальше ввести единый день, так же выборность судей. Единый день в отумодоверия. Что это означает? Ну, некий такой судный день. Да, да. И называю как. Вот, например, почему я о судьях говорю, тоже вариант. Вот в Тарутинском районе, кажется, 4 суди постоянных. Избирать 5. Одного делегируют ежегодно, заменяя, в областной суд. А из областного делегируют в Верховный. Вот такое формирование, чтобы под иллюстрацию эту попадали народные. Что такое иллюстрация? Это народное доверие, как вы сказали, судный день. Так вот, проводите это каждое воскресенье, последнее воскресенье марта, после сдачи годового отчета. И вот, например, меня избрали представителем Усполкома, условно, или Иванова. Избрали, так вот Иванова приходит, а если 50% от пришедших, он набрал 50% плюс один голос, он остается представителем Усполкома. Если нет, в последнее воскресенье мая новые выборы. Плюс ввести еще одну норму. Его имеет право еще снимать президент, потому что его избрали в марте, подтвердили, он в апреле может украсть 100 миллионов. Что, его терпеть? Нет. Его имеет право еще снять облсовет на две трети. На значение исполняющего обязанного, ну, подошел в Усполком, да, и каждый Усполкома свой совет соответствует. Чтобы он чувствовал, что у него с трех сторон, если снимут назначение, ну, временного до следующих выборов в следующем мае, уйдет бизнес из политики, знаете почему? А потому что у нас будут действия комиссии, которые будут тратироваться, но постоянно действия. Каждый год покупать комиссии избирателей никогда не оберешься, не отобьешь никогда. Плюс такие предохранители. Да, может, это временная мера, может, на 5 на 10 лет, но пока мы не приучим, ничего у нас не выйдет. Спасибо, Петрович. Смотрите, вы де-факто повторили, что касается местного самоуправления, концепцию нынешнего правительства во главе с Яценюком о том, что исполком... Частично. Частично, частично, конечно же. До конца 2014 года не будет губернаторов, вернее, их и не было никогда, да, себя вот председателю госадминистрации так себе назвали, но не об этом. Где гарантии того, что после досрочных выборов президента 25 мая новый президент Украины скажет, «Ребят, ну хватит играться, вы не смогли создать эшелонированную оборону Украины, два эшелона, да, хотите создать три уровня государственной власти, община там, село, город, район, где такие гарантии?» И вообще вот эти префекты, название для Украины, ну такое дикое, понятно, не хочу там Гетьманом и Сотниками, чтобы называли, Око Государева, ну опять, какой государь? Мы создавали десятками лет феодальный строй, вы хотите поломать это за несколько месяцев. Ну вы же не наивный человек. Вы хотите поломать реально по одной из простой причин, мы должны здесь сейчас как скорая помощь. Поэтому, но я не согласен, что до 14... И сразу морг? До 14... Слушайте, а реанимация, утюг лучше, знаете, кто это? Вы раз реанимировали. Но вопрос, ну, я так называю, утюг, это установку медицинскую. Значит, я предлагаю так, чтобы Яценюк поспешил. Сессия заканчивается, две сессии, да, сейчас принять первое изменение, второе в сентябре. Не надо ждать конца 14-го, если мы боремся реально против сепаратизма. Вот того, который... Людям нужно дать гарантию сегодня, дать видение, куда мы идем. Дальше. С чего нужно начинать, чтобы не было то, что вы сказали? Нужно поверить только тому кандидату в президенты, который скажет, первый мой законопроект, который я внесу, и вплоть до того буду наставить, два точнее законопроекта, чтобы у него был вариант. Значит, это об импичменте президента. Сам про себя пусть внесет механизм прозрачный, открытый, чтобы его могли снять. Второй, про всеукраинский референдум, чтобы тот же президент имел вариант, если парламент не хочет принимать эту концепцию, то, что мы говорим, или пытается, чтобы он мог его расписать. И третий, к тому, что я сказал, вот он доверен, или судный день, закон про местный референдум. Потому что если в Одессе захотят отдать склоны, спросите одесситы, это вообще их имущество, между прочим, общее, общинное. Отдайте склоны, но после того, как 50% плюс 1% от пришедших проголосовал, 50% плюс 1 голос, пусть проголосуют. Вот этот механизм позволит. По-другому, как вы сказали, вы знаете всех кандидатов в политике, я тоже 20 лет в политике. Не верю, и вижу только такое. Префекты категорически против, судный день, решают все вопросы префектов. Вот он префект, его величество избиратель. Чего? Какой префект? Кто, как сегодня говорят, иллюстрация, кто заплатил, тот иллюстрирован, или наоборот, не надо вот это все, эти сказки все. Потому что я вижу, как некоторые их назначают, я их знаю еще со временем МВД. Слушайте, если они святые после революции, тогда я тоже, надо претендовать, не знаю, на императора какого-то там. Василий Петрович, я, знаете, читал некий документ или проект некого документа, специально раскладываю перед собой. Его я не буду пока называть точно. Ну, автопронятно сидит вот здесь напротив. В силу определенных юридических нюансов не называю. Ну, ясно. Так называется этот проект. Тем не менее, я вот здесь, знаете, чего не увидел. Опять-таки вернусь к национальной безопасности. Где-то так скользко что-то прозвучало. Тем не менее, мы говорили о вооруженных силах, вот это наболело, да, чувствуется. Юг Одесской области. Некоторого гражданина Ющенко приложил все усилия максимально к тому, чтобы юг Одесской области остался сегодня открытым. Была попытка вернуть часть войск в Болград. Что-то там получилось. Тем не менее, тем не менее. Сегодня границы открыты. Сегодня вот те сепаратисты, о которых вы говорите, они уже стоят на границе. Они уже стоят и готовы ринуться в бой. Ну, чего греха таить. С армией-то что будем делать? Вот собрали 80 или 70 миллионов с народа, да, теперь не могут якобы их в казначействе получить. Ну, бред. Бред сумасшедшего. Сергей, мой ответ такой. Украина по тому состоянию, до которого ее довели, да и по своему потенциалу, не может противостоять двум мощнейшим своим соседям, например, НАТО, Европа с НАТО своим и России. Я вижу все-таки, я сторонник в данном случае, господина Киссингера, который Украина должна получить статус послевоенного Финляндии, нейтральной страны. Но после Будапештских соглашений, у нас с юга мощный сосед Турция и так далее, мы не можем с ним соревноваться. Ну, она член НАТО, правда. Значит, так я вижу только такой выход. Резолюцией Совета национальной безопасности, специальной резолюцией, гарантируется нейтральный статус Украины. И тогда мы имеем удобоваримую армию, которую можем переварить, профессиональную и настоящую. И некто, как вы сказали, господин, точнее гражданин Цушко, устав главой администрации, писал письма некому бывшему министру обороны, который сейчас рассказывает, как он будет спасать Украину, что не надо выводить болградскую дивизию, одну из лучших в Советском Союзе когда-то, оттуда, зная почему, потому что у некоторых есть претензии к нам и так далее. Это первый мой этап. Второй этап, я писал ему письма, не выводить танковую дивизию, последнюю военскую часть из-за Днестра, Белгороднестровскую. А третье, это гражданин Цушко на заседании в августе 2007 года правительства обломал господина министра обороны, господина вице-премьера и местных властей, которые поддержали уничтожение нашего училища. А было поделено, что отдать под строительство, кому, каким вузам отдать и так далее. Так вот, я за это боролся. Значит, одна из, что я поддержал в прошлых, кого мы избрали и который избежал, было то, что он обещал восстановить и в Болграде, и он обещал восстановить военное училище. И там, и там частично. И генерал Петченко, став, я надеялся, я был министром экономики, он был начальник генерального штаба, он мне говорил, гарантия, все. К сожалению, Петченко сняли, и все осталось частично, как и затевали. Жаль. Потому что была еще обещана свободная экономическая зона Денистра до Денуая, и губернатор вместе с президентом не захотели. Значит, а была обещана на выборах, кстати, публично, в Весарабии, в Арцизии, в Велгород-Денистровске. И я людям говорил, мало того, я собрал деньги, пошел к нашему академику Буркинскому, и они разработали нам весь пакет документов. Но великие чиновники областного уровня, тогдашний губернатор назначенный, и господин президент посчитали, да ну, что пообещали и забыли. Видите, так нельзя. А это, кстати, путь к развитию для нашей области, в частности, был. К сожалению. Спасибо, Петрович. Я почему так много говорю о национальной безопасности, потому что, наверное, как и для вас, сам смысл понятия национальной безопасности, наполнение, это все. Это борьба с коррупцией. Это судьба наших Одесского порта, Ильичевского порта, ну, всех портов Юга Украины и Одесской области в частности. Ведь смотрите, сегодня, опять-таки, возвращаясь к экономике, наш Одесский порт, ну, да просят меня телезрители, ну, буду говорить так, как есть. Одесситам понравится, ну, хереет. Это как, есть такое русское слово, да? Хорошее, литературное. Литературное, да. Вот себе поэтому и позволил. Как быть с этим? Констанца нас уже обгоняет по, ну, по всем практически показателям, а тут еще и Крым как торпеда в бок Одесскому порту. Значит, но... С портом что будем делать? Выносить за пределы города? Значит, во-первых, нужно, у нас специализированы довольно-таки порты, можно определиться, кто, какой порт. Нужно инфраструктуру развивать вокруг портов, сделать пропускную способность. Но мы с вами знаем, еще когда я работал в голове администрации, и думаю, с вами в передаче обсуждали, что у нас вопрос в бюрократии. Надо определиться. Если это транзитный груз, штампании отпускать, зачем? Надо мздоимство это прекратить. Нужно Верещагиных на таможню, которые мзды не берут, из-за державы обидно. Можно ли это выстроить? Можно. Вы знаете, мне когда-то говорили, что невозможно, что у нас милиция сгнила и так далее. Я не сделал больших подвигов на будущий министр внутренних дел, но я добился, что увеличили зарплату в 600 гривен, минимальную, до 1200. И знаете, передо мной появился другой контингент, те же люди, но с другим отношением к работе. И уже с них можно было лепить то, что намечалось. Ну, времени не дали, но то же самое зависит от этого. Мы должны пройти этот путь. По таможеннику, если ты хочешь, вот они говорят, чиновника, чиновника. Вы знаете, таможенник сегодня больше проблем создаёт, условно, если он нечестный для страны в целом. Можно пройти до десятого его коленя, если ты хочешь таможенника, чтобы все знали родственник, что они обязаны дать декларацию о доходах и расходах. Смотрите, на чём ездят. Иди работай на зарплату. Не получается? Вы знаете, я 20 лет работаю на зарплату, получается. Было бы желание. И тогда ещё один момент из моей практики. У меня работа получалась везде. Одна из составляющих, главная, знаете-ка, если у тебя нет личного интереса на этой должности, у тебя получается работа. Вторая составляющая, слушай профессионалов. Потому что не можешь быть профессионалом во всём. Твоя задача управленческая, выбрать то, что тебе предлагают, выслушай. Вот это задача. Поэтому я думаю, получится. Василий Петрович, Сверичагинам-то всё понятно, где их столько набрать на всю Украину. Вы знаете, они есть. Я убедился по антимонопольному комитету. Я набирал их студентов. Вот такие верещагины, получается, в антимонопольной службе. Только есть один момент. Сейчас вот собираются их сократить на 37%. Система, которая должна быть ключевой в рыночной экономике, её уничтожает. Ну, если сократят. Жаль. А это пацаны, которые работают в областях за 1200 гривен. А в Киеве за 2000 гривен, ещё квартиру группируются и снимают. Пацаны и девчата. Обидно. Вот мне лично обидно за систему. Ну, я, к сожалению, не смог защитить. Я подал заявление, ушёл политически, как в Европе. Пришла новая власть, новая конституция. До свидания. Понимаете? А систему можно защитить. Сегодня в Украине, они были, эти попытки. Сегодня в Украине создан некий такой, знаете, национальный резерв, я бы его назвал, резерв управленцев. Вот вы говорите антимонопольный комитет. Вам удалось, а будущее у них-то, по-моему, не совсем безоблачное. Это помягче сказать. Какое у них будущее? Какое национальное резервы сегодня очередное сокращение? И опять, на самом деле, это популистское сокращение. Нужно посмотреть, действительно, где сократить. Вот я предложил, мы с вами согласились. Убрав сегодня 20-процентный налог НДС, поменяв его налогов, можно сократить налоговую службу за ненадобностью. Но их можно перевести, потому что это грамотные экономисты и так далее. И вот когда у нас в одной из областей уволились люди, по некоторым причинам замена была кадровая, многие из налоговой пришли к нам. И правила почему? А мы хотим работать по правилам, по закону, чтобы я спал спокойно. И нам удалось это. И самое интересное, потом город, руководители этого терротделения, через год, журналисты и городские при опросе избрали руководителем года в городе, в миллионном городе. Это в городе Харьков. И мне это приятно, потому что это отражало работу моей системы. Возможно это. Есть люди, у нас люди, честно, я же вам говорю из практики моей, что я это увидел на милиции. Дальше это увидел на системе, на второй системе, на налоговой системе, на антимонопольной системе. Я это видел в Министерстве экономики. Только нужно к людям бережно относиться. А не так. Пришел новый министр. Вот моя заслуга в Министерстве экономики. Знаете какая? Я заменил коллегу министра Данилишина. Я не заменил людей. Сказал, люди, работайте. Проявляйте свое профессиональное имя. Дайте людям раскрыться. Человек же хватит не только для зарплаты, еще и для самореализации, а когда его не хотят слушать и так далее. А вот эти сокращения потом приходят и меняют всех. Менять можно замов, это политические фигуры, министров, замминистров. А директора департамента, это золотой фонд в каждом государстве. У нас все, чиновник обозвали и так далее. Будучи в облах администрации. Я тронул нижнее звено, среднее звено и так далее. Тронул опять политические фигуры. Но извините, ребята, это же не от меня зависит. Это закон, это правило и так далее. Поэтому этот золотой фонд, он среди нас. И он член какой-то семьи и так далее. Может быть связанный с вашей семьей, с моей и так далее. Но это люди, которые растут тут. И их нужно ценить. А отношение такое, чиновник, преступник? Нет. Каждый преступник должен быть доказан. Факты в студию, как говорится, и пожалуйста. Я за борьбу с коррупцией, за законы, которые антикоррупционные. Но нужно это все делать правильно и не огульно. И решением суда. Вам не нравится чья-то дача, не надо сжигать? Извините ее, ну по суду. Это мародерство. Спасибо, Петрович. Ну то, о чем вы говорите, во многом виновато само государство, которое до недавно вы представляли. Правильно? Да. Вот. Я буду раскрывать маленькие тайны, потому что накануне нашей с вами встречи в эфире общался с рядом, в том числе региональных и национальных политиков. Многие говорили о том, что да, мы согласны с событием в Крыму. Ну вот так рефреном у нас проходит эта тема. Она объединила нацию, но уничтожила государство. Согласны ли вы с таким выражением? Сегодня нация есть, государства нет. И как ее восстанавливать, никто не знает. Цушко знает. Значит, скажу, если у нас хватит времени. Значит, Сергей, мы, я думаю, не имеем государство. Если мы уничтожаем такое государство, оно нам не надо. Какое оно было. Согласен. Значит, я думаю, мы нацию еще не создали. И вообще я слово к этому отношусь так. Народ я все-таки поддерживаю. Единый, консолидированный народ. Мы ему можем создать. Но нужно разобраться в первопричинах. Вот первопричина, как ни странно, заключается в политэкономическом понимании, которое никто не хочет в стране разобраться. После Карла Маркса, единственный человек на земле, кто изучил капитал, исследовал опять, это Эрнандо Десото, первванец. Значит, я попал на его книжку, которую перевел, кстати, олигарх Олигпера в Российске в 2004 году. Купил этих 30 книжек. 30 в Москве купил. Привез, вручил кандидату президента Януковичу и всей его команде. Я сказал, прочитайте. С этого нужно начать. Не читали явно. Один только сказал, что перелистал. Не буду называть фамилии. Значит, я им вручил это и сказал, прочитайте. Основа заключается в том, мы ушли из одной формации социализма. Создали рыночную, называем капитализм. Основа капитализма – это защита прав собственности. Вранье, когда говорят, к нам не идут инвестиции, потому что у нас высокие налоги. К нам не идут инвестиции, потому что у нас нет защиты собственности, прав, гарантии собственности. Это основа. Это говорю я. Социал-демократ по взглядам, социалист. Цушко. Это должны быть они. Потому что они имеют олигархию, свои капиталы. Дальше. Что мы имеем сегодня в стране? Мы имеем две партии. Партия олигархов или крупного капитала. Ее можно разделить на партию импортеров. Это у них два клана. Партия импортеров финансового капитала и имеем партию промышленно-производственного и аграрного капитала. Тех олицетворяли оранжевые вожди, нынешние вожди революции, а тех олицетворяли регионалы. Размещение опять запад-восток. Значит, одни более гибкие, другие более патриотичные. Патриотичных нет по природе капитала. Его завод тут, значит он хочет тут производить и продавать. Отсюда и отношение нашего народа. Вот смотри, что мы имеем. От Днепра на запад мы имеем по убыванию. Коллективисты убывают и увеличиваются индивидуалисты. Так сложилось исторически и природно. Потому что один на одной горе пансовец, другой на другой. У того там, у того там. На востоке мы имеем, от Днепра к востоку увеличивается количество коллективистов. А дальше их политокологическая суть какая? Или социально-экономическая. Чем торгует индивидуалист западной Украины? Работами или услугами? Это его основной товар, за счет чего он выживает. Чем торгует коллективист углем шахты или болтом, который выточил токарь и так далее? Этим, кто торгует работами и услугами, то есть западными, легче приспособиться. Ему легче где ложить плитку, где делать раствор. А на восточной Украине ему нужно продавать. Отсюда и тяга к России, потому что там рынки. Вот где у нас конфликт, он находится в экономике. Если мы это не поймем и не разрулим, ничего не выйдет. Поэтому нужно начинать с чего? Вот будучи министром экономики, я с группой товарищей перевели законодательство в Эстонии. О собственности. Почему Эстонии? Эстония в 47-м году коллективизация произошла, изъятие и так далее. В 19-м году еще была институциональная память. Они восстановили свое законодательство и взяли лучшие примеры у Австрии. У них система проведена по торренту. Есть такая система титульная. Вот если я покупаю у вас квартиру, сегодня у нас действует актовая, то мы фиксируем актом, государство фиксирует, что Сушко купил у Сергея. Все. А у них по-другому. У них, знаете, кто регистрирует собственность? Не БТИ, а департамент суда. Именем республики судом подтверждается, выдается титул, что квартира купленная, чистая. И как отвечает Орнандо Десота, загадка капитала в чем заключается? В странах золотого миллиарда, жилье, это е, жилье и капитал, у нас только жилье. Вот в чем проблема. И у нас никогда не пойдут инвестиции. Поэтому, если мы примем такую систему, какой следующий шаг нужно сделать? Следующий. Мы упорщичь принимаем на работу, мы даем ведро под таким-то номером инвентарным. Швабра такой-то. У нас государство принимает ничего, никто не принимает пахту. Область принимает никто и так далее. Поэтому нужно сделать инвентаризацию после принятия такого законодательства, именно эстонского. Там нужно только заменить. Вместо эстонской республики украинской не надо ничего придумать. Там настолько все четко, понятно, просписано. И там не украдешь и рейдерства не будет. Потому что гарантируется государством. Так вот, инвентаризацию собственности, прежде всего, определить, какая у нас государственная, какая у нас коммунальная или муниципальная, какая у нас собственность юридических лиц и какая у нас собственность визлиц. С привязкой к кадастру и сделать открытыми эти реестры. Если мы это сделаем, тогда все понятно у кого что. Да не исключено, вот тогда включается антимонопольный комитет. Мы увидим, что у такого-то олигарха перебор. А сегодня как можно увидеть? Мне говорят, антимонопольный комитет нужно определить. Да, после принятия такого закона нужно дать 6 месяцев всем. Всем олигархам, кто бы ни был. И сказать, за 6 месяцев должны перерегистрировать всю украинскую собственность, которая зарегистрирована в офшорах в Украине. Нет, закон принять, национализировать и забрать. И после этого действует антимонопольный. У тебя перебор, как белый дельцов. Раздели. Это по-линински или по-путински? Это по-украински, по-настоящему, по-справедливому. Тебе дали 6 месяцев? Перерегистрируйся, возвращайся домой. Сейчас недавно не буду фамилию называть. Один из кандидатов в президенты, который у нас известный, говорит, моя семья бизнесом в Украине не занимается. Так это позор, что ваша семья занимается бизнесом в другой стране. А вы хотите тут стать президентом? Будьте добры. Сюда. Сюда. Знаете, как в одном фильме говорили, суки на детки. Сюда. Покажите. Твой завод тут. Он зарегистрирован тут. И покажи, что он тут. И ты получаешь прибыль. Тогда они будут филонить. Вот с этого начинается основа. Пойдут инвестиции. Дальше. Скажу, где деньги найти для инвестиций? Они есть сегодня. Вот сейчас пытаются получить 15 миллиардов у МВФ. Хорошо, получайте. Но их нужно отдать в Национальный банк. И не трогать. Они должны поддерживать валюту и торговый баланс. А деньги нужно найти. Я, будучи министром экономики, осмелился на уриде выступить. Мне сказали, не то что говорить об этом, забудь. Ты ночью не думай даже под одеялом об этом. Знаете, что я предложил? У нас есть сегодня кредит. При таких кредитах кто-то будет развивать бизнес? Никогда. А это опять вопрос сепаратизма. Дайте рабочие места. Дайте гарантию. Никто никуда не уйдет. Друзья, создайте условия. Всем. В ходе Луганска, хоть Ивана Фрункоза где бы не было. Так вот, у нас приблизительно сегодня, если все... Алексей Петрович, две минуты, еще будет вопрос. Хорошо. Все бюджетные организации, все бюджетные организации, все организации, которые собирают от имени государства деньги, в том числе ЖЭК, выполняют агентские соглашения. Все предприятия, у которых хоть один процент акций государственные, все счета должны быть только в двух банках. Только в двух. Эксимбанки и Сбербанки. Приблизительно, знаете, получается? Около половины ВВП, почти 700 миллиардов. Ресурс вот такой. Сказать потом, Нацбанк, максимум ставка 5% в 5% банку и под 10% выдавать кредиты. На тех же основах. Остальные 160 банков, или сколько их там у нас, почти 200, на стиле обанкротятся или примут эти правила игры. Говорю как антимонопольщик. Почти 90% экономики в частных руках. Пусть они обслужат частную. Зато подтянутся, пойдут кредитования. Мы можем развиваться во всех сферах. К сожалению, не хотят этого. Василий Петрович, к сожалению, время эфира ограничено. Финал, но тем не менее. Еще до событий на Майдане, или в начале этих событий, в этой студии я объявил начало эксперимента. Эксперимент простой. Я просил наших телезрителей, прежде всего, позвонить и назваться. Даже можно было инкогнито сказать о том, что вот я, есть такой гражданин Одессы, Украины, я не давал никогда взятки. Сегодня у нас уже на дворе апрель, и вы знаете, ни один человек до сих пор не позвонил. Этот эксперимент мы проводили над собой. Я тоже не позвонил бы в эту студию. А вы бы позвонили? Как бороться с коррупцией в таких условиях? У нас минута. Да, говорю. Я первое скажу, я никогда не брал взяток. Это первое. А второе, давал. Знаете где? В больнице мой брат умирал от рака. Я с корочкой народного депутата, он истекал кровью, ему ничего не делали. И я потом пошел, все-таки уговорил, чтобы остановили кровь. Дал 100 долларов. Это было в столице, в городе Киеве. Я это сделал. Взятка это или не взятка, к врачам это вопрос такой. Мне просто попался такой дежурный тогда по реанимации, это был выходной день. Но брат остался тогда жив. Потом еще две операции, к сожалению, не спасли. Потому что рак поджелудок, он умер молодым, трое детей осталось. Спасибо, Петрович. И все-таки десерт. Вы любите Одессу за что? Одессу люблю за то, что я сам отсюда. И то, что Одесса самый оптимистический город в мире, а в Украине тем более. Нам нужны сегодня оптимисты. Все равно будет все хорошо. Спасибо огромное. Я напомню телезрителям. Да что напоминать, вы все видели сами. Знаете, кто был в нашей студии. Василий Цушко. Увидимся на нашем канале. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова